Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео делаем абсолютно честный обзор на ВК М4503. Есть вот такое вот индивидуальное предложение, которое вы сможете получить, если сыграете хотя бы один бой в гравитайзинге, это новый режим. И вот в случае, если вы этот бой один отыграете, то у вас выскочит вот такое индивидуальное предложение, в котором вы можете купить себе ВК М168-01П в комплекте с ВК М4503, либо каждый из этих танчиков по отдельности здесь уже вам решать, что приобретать. На ВК М168 обзор сделали, вот ссылочка, переходите, посмотрите, если вам это интересно. Ну а что касается ВК М4503, то за 3,5 тысячи вы сможете купить себе машину с вот таким вот камо, который не имеет абсолютно никакого отношения конкретно к данной тачке и не является легендарным камо именно для этой машины. Есть открытое все оборудование и слот в ангаре. Все, больше ничего, можно сказать, практически голая машина, если не считать оборудки, потому что камо, как я уже сказал, не является легендарным камо-флежом именно к этой машине. Что касается технических характеристик, я бы сказал, что на своем седьмом уровне есть чем похвастаться, но в то же время список будет не таким уж и большим. Есть время сведения, которое не очень комфортно, это с учетом того, что я его улучшал два раза с помощью оборудования. Есть разброс, который в принципе комфортный, но пока сведешься, родить можно успеть. Есть урон в минуту, в практически 2,5 тысячи, это действительно приятно, с учетом того, что это семерка. Все благодаря тому, что время перезарядки меньше, чем 5,5 секунд и у нас есть средний урон на базовых снарядах в 220 единиц. Короче говоря, действительно приятно, классно. Что касается бронепробития, то против семерок хватает с головой, против восьмерок сложновато, приходится использовать подкалиберные. Можно, конечно, переставить себе оборудование на калиброванные снаряды, таким образом у вас будет 213 пробития. Но в таком случае, ребят, вы теряете по ДПМу, причем я бы сказал, что для седьмого уровня существенно. Но все-таки не настолько страшно, как казалось бы, да и плюс к тому время перезарядки. Пускай увеличивается, но не прям катастрофически. Короче говоря, ребят, решать вам, как ставить оборудование, я для себя поставил именно калиброванные снаряды. Потому что когда против восьмерок заходишь, ну прям совсем неприятно, с более низким уровнем по пробитию. Что касается брони, броня здесь есть и для своего седьмого уровня вполне себе даже достойная. Пускай и не идеальная, но танкануть есть с чем. Понятное дело, что есть комбашенка, как обычно, но в целом она не настолько велика, чтобы можно было прям плакать из-за ее наличия. Что касается верхнего бронелиста, то здесь скудненько, конечно, и в нижнем бронелисте тоже. Короче говоря, самый комфорт отыгрывать именно от башни, становясь где-нибудь за укрытиями. Что касается сравнения с другими машинами, то здесь у нас, ребят, в принципе, все довольно неплохо, особенно в отношении ДПМа. Но все-таки я играю на калиброванных, поэтому давайте будем смотреть именно в таком внешнем виде. Потому что если вы играете как раз над досылателем, то у вас один из лучших ДПМов на уровне. Но если оставлять именно в таком виде, то пробитие 203 есть у многих ребят на уровне, все остальные пасут задних, но, как я уже сказал, против восьмерок все равно играется сложно. А вот если играете на калиброванных, то более комфортно встречать восьмерки. И в таком случае у вас пробитие самое лучшее на уровне, но что касается ДПМа, да, он немножечко уменьшается. Если поставить на досылатель, то, как вы видите, самыми близкими братьями по многим характеристикам у данной машины являются Тигр 1 и Тигр Порше. И действительно очень-очень похож геймплей, только броня совсем другая. То же самое касается и подвижности, потому что, допустим, Тигр 1 гораздо быстрее передвигается по карте. Ну а Тигр Порше очень похож в отношении динамики на героя нашего сегодняшнего видео. То же самое касается по скорости полета снаряда. Один из лучших показателей, опять-таки, один в один с теми показателями, которые у двух вот этих вот немецких собратьев. Короче говоря, ребят, в целом машина сбалансирована неплохо, но она ничем не выдающаяся. И сказать, что она действительно прям супер нужна каждому из вас, я не могу. По одной простой причине, потому что это все-таки седьмой уровень, это не восьмой, на котором можно пофармить, потому что здесь коэффициент доходности в 150%, это не так уж и круто. Что касается процента по победам, то есть ребята, которые имеют процент по победам и повыше. Ну, короче говоря, машина сбалансирована неплохо, популярность особой не пользуется. И я не удивлен, потому что тогда, когда, допустим, по тому же самому орудию вы имеете абсолютно легко доступные аналоги на своем седьмом уровне, ну, соответственно, тратить свою голду на 45-ку мало кто захочет. Стоит это делать или не стоит, безусловно, решать вам, мое дело показать вам машину, такой, какая она есть на самом деле, и сейчас мы этим займемся. Но перед тем, как туда пойдем в бой, ребят, приглашаю всех к себе на дискорд-сервер, проходите верификацию, подтверждая понимание правил нашего сообщества и участвуете в розыгрыше в разделе розыгрыша, нажимаете на фиолетовую кнопочку и автоматически становитесь участником розыгрыша премиумной машины. Кроме того, ребят, на дискорд-сервере можете пообщаться с ребятами, которые разделяют любой в танков, можете ознакомиться с новостями игры, которые там публикуются, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете, и вы сможете ознакомиться с новостями канала, посмотрев, какие видео выходили в последнее время, для того, чтобы ничего не пропустить. А новости на дискорде, кстати, ребят, публикуются, как только там появляются. Да и плюс к тому, если вы напишите под данным видео комментарий, не менее 7 слов, ваши подписки будут открыты, и вы являетесь подписчиком моего канала, укажите свой игровой никнейм и ID на Евросервере и автоматически регистрируйтесь на розыгрыш премиумной машины, разыгрывать будем завтра, 21 июля, вечерком на стриме в прямой трансляции, ровно как и под предыдущими видео. Так что, ребят, регистрируйтесь, буду рад всем, приходите на стримчик, разыграем премиумные тачки, согласно списка, который есть в описании к данному видео. Ну что, ребят, берем машину и погнали в бой! Итак, друзья, поехали против нас уничтожитель и фараон, которые играют во взводе, и мне почему-то кажется, что ничем вкусным это не пахнет, но попытаемся что-то сделать. Машина по подвижности едет очень даже приятно, для тяжелого танка передвигается абсолютно свободно, и в отношении подвижности каких-то претензий выставлять данной машине у меня желание, да и в принципе необходимости, ровно как и причин, абсолютно нет. Что касается того, чтобы отыгрывать от башни, то в целом комфортно, в целом приятно, но в то же время помните по поводу того, что машина недалека, недалека от многих других машин в отношении уровня брони, я имею в виду в сторону того, что она круче, поэтому не думайте, что на данной тачке прям очень легко будете держать удар. Как вы видите, как бы я не остановился, меня пробивают, верхний бронелист имеет не сильно хорошую приведенную броню, и приходится находить какие-то такие игровые позиции, в которых будет торчать исключительно башня. Точность по орудию очень классная, время сведения не сильно комфортное, но вполне играбельное, для того, чтобы кого-то выцелить в целом достаточно, если вы, ну скажем так, не находитесь в зоне прострела, когда вы не боитесь за свою жизнь, тогда у вас есть возможность нормально поприцеливаться. Так-с, давайте подъедем, попытаемся поддержать нашу АТ-7. Ну, есть кто-то желающий тычку получить. Вот этот желающий, качнулся я, сам виноват. Так, здесь мой промах, ребят, я вот немножко, видите, косячу. Да как же тут, блин, пристроиться-то все-таки. Угол склонения орудия вроде бы и неплохой, но и в то же время порой бывают какие-то странные игровые ситуации, в которых, как вот сейчас, ты реально не можешь буквально там на какую-то долю, долю миллиметра опустить орудие вниз, для того, чтобы сделать кому-то больно и неприятно. Откатываемся назад. Их осталось трое. Так, ну не сильно-то я и попал, в принципе. Пока еще особого попандоса я не наблюдаю. Так, точность не подведи. Блин, отъехал. Так хотел похвастаться точным орудием, но в итоге не получилось. Так, отваливаем. Сейчас уничтожитель явно будет меня выносить. Ничего удивительного в этом не будет. Но сам лоханулся. Сам лоханулся, мог отыграть более осторожно. Не стоило мне подниматься наверх. Надо было как-то вот по сдержанней, но очень сильно хотелось как можно больше накидать. Как вы видите, по башне пробития нет. И в принципе мало кто в башне пытается выцеливать, потому что выцеливать особо некуда. Верхний бронелист для этого есть для ваших врагов, с которым в принципе справится любой стреляющий. Там особо танковать, как я вам показывал, нечем. Ну а по бортам, по корме, понятное дело, что абсолютно стандартная ситуация, такая же, как и у всех танчиков. Ладненько. Досматриваем сейчас бой, посмотрим на результаты. Не думаю, что там есть чем блеснуть, но какой-никакой вклад в победу мы сделали. И сейчас обязательно зайдем еще в одну каточку, для того, чтобы заценить машину на ровность игры от боя к бою. Ну а уже по завершению второй катки будем, не знаю, можно ли это итогами назвать, но по крайней мере подводить какую-то промежуточную черту в отношении годности или негодности данного тяжелого танка. Ну что ж, к сожалению, поражение всего лишь 1157 единиц нанесенного урона. Что это в виде фарма? Да, в принципе, особо ничего, ну по крайней мере в минус не ввалили. Ну а что касается нашей результативности по команде, то далеко не самый лучший показатель. Я действительно несколько раз дал маху, промахнулся, не мог выровнять нормальное орудие, но это игровые все ситуации, про которые тоже необходимо знать, и те, которые показывают так или иначе годность или негодность машины, ну а может в каком-то отношении готовность или неготовность игрока управлять данной машиной. Что касается наших соперников, то победили исключительно фартом, я не могу сказать, что они действительно чего-то там круто сделали для победы, больше просто повезло, ну и что касается второго боя, то в него сейчас отправляемся и попытаемся отыграть как-нибудь немножечко получше, безусловно, если у нас это выйдет. Ну что ж, поехали, попытаемся чего-нибудь сделать. Сейчас только глянем, что тут у нас происходит. Уничтожитель уехал, все уехали. Короче, друзья, тогда нам тоже туда самим ехать смысла абсолютно никакого нет. В целом, мне почему-то кажется, что решение абсолютно грамотное, потому что тяжелые танки, скорее всего, пойдут именно на то направление, на которое я изначально планировал ехать, ну и, соответственно, нам их там будет встречать не сильно приятно. Соответственно, поедем, попытаемся прожать СТ-шек, ну а там дальше уже будем разбираться, как бой сложится. В целом, ребят, забегая наперед, хотелось бы сказать следующее по поводу набора в целом и по поводу двух этих машин, ВК-168 и ВК-45. Стоит отметить, что это тот редкий случай, когда семерка не является довеском к восьмерке. Ну, знаете, как обычно, выставляют какой-нибудь набор на продажу и, как правило, там есть какая-нибудь годная или более-менее годная восьмерка, а к ней еще в довесок дают какой-то хлам для того, чтобы как-то раздуть стоимость набора. Так вот, в этом конкретном случае, в случае с набором двух ВК-шечек, мне почему-то кажется, и, возможно, это исключительно субъективное мое мнение, и, может, кто-то его не разделяет, но все же данная ВК-45 гораздо более интересна на своем уровне и гораздо более играбельная на своем уровне, чем ВК-168 на своем восьмом левеле. Та машина уж совсем нудная, совсем неинтересная и практически нерезультативная. Ну, разве что вы любитель такого геймплея, при котором вы где-нибудь становитесь и мертвым грозом стоите, никуда не передвигаясь по карте. А вот на этой ВК-шке можно и по карте покататься, и повыцеливать кого-то, и понакидывать, в принципе, неплохо, с учетом ее ДПМ. Но, короче говоря, машина, как на меня, играется гораздо приятнее на своем седьмом уровне, чем восьмерка из этого же набора. Хотелось бы также отметить, что данная ВК, она не является в чем-то уникальной машиной, поэтому остро рекомендовать ее к приобретению и говорить по поводу того, что это действительно суперкрутая тачка, которую необходимо заиметь, я не могу. Наравне с тем же я могу сказать и по поводу названия данного набора. Я попробовал ВК-45 в режиме гравитайзинг, и, честно говоря, мне не понравилось абсолютно. Если ВК-168 прям богом создана, ну, либо разработчиками, для того, чтобы играть в режиме гравитации, ну, и в новом режиме гравитайзинг, именно благодаря тому, что машина имеет очень большую массу, и благодаря этому она наносит огромное количество урона таранам в соответствующем режиме, то на данной тачке вы таких показателей, такого фана не получите, поэтому покупать ВК-45 именно для того, чтобы отыгрывать и получать фан в игре в гравитайзинге, либо в гравитации, я бы не рекомендовал. Она не приносит абсолютно вот тех ощущений, которые ты ожидаешь. Все-таки ВК-168, Маушен, Маус, эти машины гораздо больше подходят для гравитайзинга, чем вот этот вот товарищ. Но, ребят, на этой машине вы будете ощущать спокойный геймплей. Абсолютно спокойный, абсолютно нормальный, абсолютно предсказуемый. То есть сказать, что данная машина вас будет от боя к бою постоянно чем-то удивлять, нет. Если вы любитель размеренной игры, если вы любитель спокойствия и предсказуемости, то данная машина вам однозначно зайдет. Да и, честно говоря, 3,5 тысячи голды, пускай даже за полуголую машину, но все-таки вполне себе играбельную, я считаю, что этот ценник не такой уж и большой. Безусловно, это не мастхэв, безусловно, это не та машина, ради которой стоит сразу бежать в магазин и покупать ее. Потому что для седьмого уровня есть гораздо более интересные тачки, в частности, из тяжей. Но в основном это машины, которые мне заходят именно исходя из своей уникальности. Тот же самый могильщик, понятное дело уничтожитель, ну или какие-то подобные машины, тот же самый франкенштанг. Но данная тачка, это вот что-то такое спокойно усредненное. То, что позволит вам спокойно отыгрывать и не более того. Поэтому говорить о том, что данная машина прям мастхэв в ангаре, нет, ребят. Она просто неплохая. То есть я не могу сказать, что она прям супер хорошая, не могу сказать о том, что она супер хреновая. Просто нормально сбалансированная, хорошая тачка, на которой приятно играть. Ну что, поехали, попытаемся. Может хоть этого как-то там доберем, да фиг там. Не смогли мы ничего сделать, ну да не беда. Бой есть бой, бой не показательный. Как я и сказал, я не собираюсь чего-либо когда-либо рекламить с пеной у рта. С пеной у рта я, ребят, говорю только тогда, когда машина действительно этого стоит. Данная тачка не стоит моей пены у моего рта. Она является абсолютно усредненной. 1718 единиц урона. Можно ли было сделать в этих боях что-то большее? Думаю, да, но явно не в этом, а вот в предыдущем как раз. Там я могу, пускай даже поскрипывая зубами, но взять ответственность за поражение, отчасти на себя. Потому что если бы я в том бою отыграл немножко грамотней, там действительно была бы победа. Здесь, в принципе, я и так сделал все, что мог. Ну а машину мы с вами заценили в руках абсолютно стандартного среднестатистического танкиста. Я не киберспортсмен, я не гений танков, я играю как преобладающее большинство танкистов. И глядя на машины в моих видео, вы можете плюс-минус примерять их на себя, в зависимости от того, лучше вы играете, чем я, или хуже. В любом случае, показываю тачки такими, какие они есть, никогда ничего не вырезаю. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.